Мною принято решение подготовиться по итогам этого года и в феврале провести серьезное совещание на самом высоком уровне по ситуации потребительской кооперации. Поэтому отчета у вас сегодня быть не должно. Если у вас есть какие-то вопросы, которые надо решать сейчас, я готов на них отвечать, помогать и так далее. Во-первых, нам страхнуть всю систему. Я не настолько погружен в вашу работу, чтобы давать оценки, но комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас с потребительской кооперацией. И информация больше негативного плана, нежели положительного. Ну да, я познакомился с информацией, у меня нет оснований не доверять тем, кто проверял, это специалисты были. Но я не хочу уж слишком преувеличивать эту информацию в ее объективности и точности особенно. Поэтому мы к этому вопросу еще вернемся. Это будет та вот проверка, которая прошла потребкооперации, это будет основа для того, чтобы по итогам года, изучив вашу работу потребительской кооперации, разве навсегда определиться с местом и ролью потребкооперации в современных условиях. Мы все время с точки зрения потребкооперации воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации на злобу там Евроопт, Корона и прочее. Их же сейчас много, хороших, мобильных, которые уже идут на твое поле деятельности. И уже люди просят, дайте их нам. Они уже идут в деревню. Раньше не очень-то стремились в деревню. Все хотели в городах, где побольше населения и так далее. Сегодня они уже пошли и в деревню. Тем более поручал Тапузидису, чтобы он, на примере Шкловского района, который я хорошо знаю, сделал эту систему. Пройдет время, ты мне скажешь, как он делает сейчас, мы посмотрим, как он сделал. И может это будет неплохой вариант. И может этот вариант надо будет потребкооперации повторить в других районах. Может быть, потребкооперации стоит сейчас заниматься своей деятельностью. Для чего она была изначально предназначена? Работой с населением. В основном, может и только с населением. Забрать у них излишки. Картофель, овощи, сегодня яблоко, груши. На злобу дня. Серьезнейший урожай яблок. Яблони ломятся в садах у крестьян. Такого небывалого урожая не было. Не каждый может сохранить этот урожай, где-то продать. Есть много, очень много людей, больше половины, которые справятся с вывозом своего урожая и продажей на рынках не смогут. У них надо купить эту продукцию там, прямо на месте. Ну, конечно, заплатить же надо. Меня информируют, что никакая цена, поэтому крестьяне не хотят продавать. Нам надо определиться, чем будет заниматься потребкооперация. И поддержать ее, если она этим будет заниматься. И посмотреть на эти все штаты, в районах и так далее и тому подобное. Вы должны быть конкурентоспособными. Если этой конкурентоспособности не будет, какой смысл нам искусственно держать какую-то организацию? Или точнее сказать, зачем у этой организации держать какие-то функции, с которыми она не справляется? Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Настало время на нее посмотреть открытыми глазами и четко определиться, что нам надо в потребкооперации, что не надо и какой ей быть вообще на будущее. И в феврале месяце мы должны принять решение. Но от тебя, не только как от руководителя потребкооперации, но как, можно сказать, человека президента, я жду абсолютно объективной оценки. И объективные рекомендации, в том числе и от самой потребкооперации, чем она будет заниматься. Спасибо.